Салам Тумсо! Объясни, почему ты считаешь Деремхана Яндербиева достойным человеком? Потому что он таковым являлся? Как можно не считать достойным того, кто был достойным? Того, кто внес себя в эту историю по милости Аллаха с достойной стороны? Того, кто посадил президента ядерной державы напротив себя и заставил его говорить с ним на ровно? Как можно этого человека не уважать, не считать его достойным? Да помилует Всевышний Аллах Зелемхана Яндербиева, это тот человек, которым мы гордимся, которым будут гордиться наши потомки. Он, иншаллах, внес себя в эту историю с хорошей стороны. Интересно, почему Хос Юнтеркотом такой ранимый лир вацартиш? Ну как почему? Ты бы тоже был ранимый, если бы тебя окружали лизоблюды, деньно и ночно вылизывающие тебя, по поводу и без повода. Если бы создавались целые фабрики троллей, призванные вылизывать тебя, просто ты должен какой-то пост выложить, а они тебя должны вылизывать. И целая система работает на то, чтобы тебя вылизывать. И ты вроде как, ты вначале строил эту систему, ты сам виноват в том, что это произошло. Но сейчас ты уже и не можешь это как-то остановить, все это уже не в твоих силах. Все, система она уже вот так вот сложилась и ты ничего с этим не поделаешь. Даже если он захочет, он теперь не может. И он вынужден жить в этом мире, иллюзорном мире, который он сам себе создал. И вполне вероятно, что он даже уже и поверил в этот мир. И вот представь, ты живешь в таком мире, там у тебя все идеально, все тебя любят. Нет вообще бедных людей, нет, недовольных нет, все хорошие. А все недовольные и бедные это какие-то агенты Запада, проплаченные госдепартаментом, это люди, которые работают против чеченцев, против Чечни, против России, они вот развал хотят и так далее. Вот ты в таком мире живешь, и в этом мире потом раз оказывается, что объятие с тобой для кого-то это зашквар. Представляете? Ты с ним обнялся, и тут раз оказывается, что это зашквар, за это нужно извиняться. Представьте, как, с чего у него там все рухнуло. Кстати, еще один момент забыл упомянуть, очень важный в этом видео. Хотя нет, я его оставлю, наверное, на следующий раз, это нужно будет отдельно, наверное, показать. В смысле, сделать из этого его выступление, вырезку и показать. Так, если рассказать, будет неинтересно. Ипон, ассаляму алейкум. Не печалься, брат, Аллах испытывает тебя, и по своей милости он поможет притесненным. Мы же, в свою очередь, просим у Аллаха помощи для них. А также любим тебя ради Аллаха. Валерикум ассаляму Ам... Япон, баракаллаху фейгват, амин на твою дуа. Амсалам аалейкм, ты в курсе, что искать недостатки мусульманина и разглашать запрещено, почитая хадисыпровоков. Да, валерикум ассаляму Ам... Я в курсе. Выискивание ошибок, выставление это на всеобщее обозрение, это, конечно, этого делать нельзя. Более того, даже в вопросах насыли, то есть увещевание, даже в этих вопросах нельзя это делать публично. и под публичностью я не имею ввиду даже вот перед камерой даже вот когда мы сидим в компании и мы видим что кто-то что-то сделал сказать ему брат ты это сделал у ним неправильно вот это вот делать нельзя соответствии с таким-то хадисом или там аятом тоже нельзя потому что это такое прилюдное порицание это уже не нас и это надо делать в тайне чтобы исправить этого брата абсолютно верно но есть другой момент есть такие вещи которые делаются публично с тем чтобы показать пример и такие вещи я имею ввиду сейчас какие-то грехи и поступки то есть если человек допустим занимается в любодеянии и и и это ну рекламирует да то есть призывает людей к этому как-то делает так что чтобы склонить людей к этому то в этом случае здесь нет какого-то тайного увещевания на такие вещи нужно и и порицание делать публично также бывает так что человек допустим что-то сделал и ты его в тайне этот это его увещевал но он упорствует в этом и делает продолжает делать это опять-таки публично то в этом случае и порицание такого поступка тоже нужно быть публично еще важный момент это если что-то было допущено публично какой-то был проступок грех или там человек был обижен допустим за задет как-то публично то и покаяние за это тоже должен быть публично тоже важный момент если ты допустим взял и в прямом эфире значит сидел бухал потом для тебя открылось что бухать это запретно этого делать нельзя то просто там знаете взять в тайне покаяться перед аллахом и типа заверши ты не можешь потому что ты сделал это прилюдно будь добр точно также прилюдно пока если скажи что ты был неправ это касается также и вопроса когда ты задел допустим честь мусульманин как-то поступил в отношении его несправедливо если ты это сделал публично то и отступать от этого тоже нужно публично кафыров ты прежде чем вы еживаться что и адон до забрал земли вы уже ответить на вопрос забрал ли ты хотя бы кусочки порванной майки у бадика ямадаева с армией рф любого алкаша можно сделать любом я бы вопросах вы знаете вот эти вот вопросы разборок кадырова с представителями ингушетии их нужно разделять здесь есть вопрос земельный и есть то что из него уже вытекает все дальше вот этот вопрос объятий вопросов земельных надо высказывать правильное мнение по поводу этой земли ее принадлежности кто там прав кто виноват это это не значит стать на чью-то сторону неважно кто там на какой стороне выступает и как сторонний человек в этой разборке просто говоришь правильное мнение а там где они не поделили объятия это вообще не та ситуация в которой мы должны разбираться и смотреть кто там прав кто виноват да нет там никаких правых все они не правы и все они являются друг другу братьями сейчас они друг перед другом извиняться будут опять ездить в гости обниматься у них все будет нормально а и а мы с вами если станем сейчас на чью-то сторону мы с вами потом останемся в галоши из-за вот этой позиции в чечне живут другие народы потомки и народы потомки их называют тайпы есть и черкесы и аварцы и кумыки грузины и так далее да нет друзья это неправда у нас все тайпы чеченские это именно чеченские дайпы это не они не имеют никакие другие происхождения иначе бы они не были принципе чеченцы это все тайпы чеченский другое дело что была такая практика и она наверное остается эта практика когда какие-то люди допустим приезжали поселялись чечне ассимилировались с нами несколько поколений сменялось и вот это вот уже потомки этого человека который может быть там условно скажем испанцем вот потомки этого испанца они уже становятся чеченцами перенимают наш язык нашу культуру в этом случае они просто вот в той местности в которой они живут тот или преобладающие там число тейпа которые в этой местности они просто как бы при примыкают к одному из тейпов вот этого сам тейп то они становятся не чеченскими наоборот этот тейп чеченский как бы этих людей себя вобрал то есть есть такие примеры когда у нас приезжали применимали каких-то людей которые уходили допустим от преследования от кровной мести из грузии из других их то место гостин приходили это как вот форма азуля да никак азулянта эта форма предоставления убежища она всегда у нас была эти люди как бы запрашивали убежища защиту их принимал какой-то тейп чеченский или там допустим какое какое-то село в котором могли проживать несколько тейпов они их принимали давали им защиту этому человеку потом со временем он у него рождались дети менялись там поколения они уже полностью перенимали язык культуру все они становились частью нашего народа и они уже назывались вот этим вот тейпом который их когда-то этих людей принял они стали частью нашего народа частью этого конкретного тейпа они так что они приехали поселились они дали потомство и это и эти люди создали отдельный тейп такого нет конечно такого не было и быть не может том что может тогда дружно откажетесь от мат капитала и пособий оккупантов да давно уже отказались федор лисичкин я никогда не получал его мат капитала и пособию оккупантов тоже не получаю так что если ты поменяю давно уже отказались а про наших чеченцев прожители проживающих в чечне которым вы выдали российские паспорта сделали их российскими гражданами насильно абсолютно никто из нас этого паспорта не желал и и россии быть не хотел так как вы сами нас ими сделали будьте любезны тогда терпите и терпите наши лица на улицах российских городов и терпите то что нужно платить им и пособие и пенсии за инвалидность и за все остальное терпите дорогие сограждане что что ж поделать вы сами хотели видеть нас частью своей территории видеть на своими гражданами ну вот люди пользуются теперь этими теми благами которыми они могут пользоваться и правильно делают у тебя своя правда про земли он бывший своя правда лучше оставить эту тему но да правда она конечно всегда бывает у каждого своя на истина она только одна и меня радует что среди ингушей за и наши братьев есть те которые справедливо на это просмотрят мне было приятно послушать мнение этого брата амада барху приятно что есть люди которые готовы оставить какие-то вот эти вот племенные какие-то узбизмаш как говорят у нас как это на русском сказать пристрастие на убрать это и как-то справедливо посмотреть на вопрос так что я надеюсь пока есть такие братья в наших народах которые оставляют все вот эти притязания и справедливо готовы рассуждать то я думаю у нас есть будущее любые вопросы мы не сможем ничего на порешать по справедливости во время и 4 и на делали дело в весь мир был шокирован когда отрезали головы четырем иностранцам которых пригласили прокладывать связи не наказали никого жутко вспоминать это да жутко конечно вспоминать любые преступления но порицать что не наказали но как наказали в это 99 год это самое начало войны ну да мы конечно же просто не успели никого наказать но за это конечно нужно было нужно было наказывать и мы его наказали и нужно также отметить что аллах наказал всех тех кто занимался подобными преступлениями аллах наказал так или иначе они понесли свое наказание но вот поправлю насчет того что весь мир мир был шокирован и весь мир шокирован был не этим весь мир был шокирован тем что небольшой народ с маленькой армии если вообще можно это назвать армией поставил на колени ядерную державу победил ее вышвырнул из своих территорий вот что что удивило весь этот мир наш народ маленький народ чеченский его на весь этот мир прославил всевышний аллах непосредством преступлений а посредством борьбы за свою свободу за независимость за свою государственность этим самым аллах прославил наш народ и да мы сегодня известны во всем этом мире вряд ли ты найдешь какой-то уголок в этом мире где про нас вы не слышали или и не знали поэтому это это не то чего мы добились потому что мы такие хорошие это то что даровал нам всевышний аллах это нема милости вышнего аллаха и мы ее ахамдулина мы сегодня получили и это очень важно понимать что вот этот что преступление которые тоже имеют место быть и с ними нужно бороться за это нужно наказать это да отдельный это тема но просто прославили нас не они не преступление